Девушки отдыхают Можно ли в принципе заработать В данном сервисе? Ответ как раз будет содержаться в данном ролике Я расскажу вам, можно ли здесь заработать А если можно, то сколько здесь можно заработать И в принципе расскажу про все плюсы и минусы Данного проекта, а в конце подведем итоги Кто-то из вас наверняка спросит Мол, почему если данный ролик Про заработок, он находится на данном канале А не на моем втором канале про заработок И на этот вопрос я обязательно отвечу Но в конце ролика, так что обязательно Досмотрите ролик до конца Ну а меня зовут Константин Дмитриев, поехали! Ну а спонсором данного видеоролика является знаменитая игра Raid Shadow Legends, которая объединила вокруг себя уже более 25 миллионов игроков, став тем самым самой популярной мобильной игрой. Причем играть в нее можно не только с телефона, но и с обычного компьютера, и в обоих случаях абсолютно бесплатно. Игра просто поражает своим разнообразием. 460 различных чемпионов из 13 фракций. Любите играть с людьми? Тогда вступайте в кланы и участвуйте в пвп-сражениях. А если хотите спокойно играть в одиночку и отличиться от суеты, то в игре имеется полностью озвученная сюжетная кампания на 12 локаций. А также 10 подземелья, где вы сможете сразиться с крутыми боссами и выбить из них уникальные артефакты для прокачки ваших чемпионов. А в прошлом месяце вышло глобальное обновление, в котором появилась гигантская роковая башня аж на 120 этажей со множеством секретных комнат, испытаний и 12 серьезными боссами, с которыми вам предстоит сразиться. Также к праздникам в игре появилось 14 новых крутых чемпионов. Переходи в описание под видео, качай рейд только по моим ссылкам и в качестве нового игрока получи 1 день ускоренной прокачки, запас энергии, древний осколок, 50 рубинов, а также крутого чемпиона вала в качестве бонуса. И поторопись, бонус будет доступен только следующие 30 дней. Помогите мне собрать 90 инсталлов. За прогрессом скачиваний вы можете следить в режиме реального времени в описании под видео. Вообще, довольно прикольная задумка этот отзовик. Отзыв написал, деньги получил. Но давайте же посмотрим, как все устроено на самом деле. Я покажу вам все плюсы, минусы и подводные камни, а не буду просто восхвалять проект ради перехода по рефералке. Кстати, даже рефералки-то здесь не будет. Итак, проект отзовик существует почти 11 лет, и отзывов на различные тематики на нем хоть попой ешь. Наверняка многие знают данный сайт, так как в поисках отзывов на тот или иной товар в поисковике на высоких позициях нам выдается именно данный сайт. Но не все знают, что на данном сайте можно зарабатывать деньги, причем никаких навыков для этого вам не потребуется. Деньги здесь зарабатываются четырьмя способами. Первый – это единовременный бонус за написание отзыва, составляет, как правило, от 10 копеек до 2,5 рублей. Но на самом деле может быть больше. Второй – это постоянное получение денег за каждое уникальное посещение статьи, но там на самом деле сущие копейки. Ну а третий – это естественно реферальная программа. То есть мы ищем людей, рассказываем про золотые горы в данном проекте и ждем, пока они напишут 2-3 отзыва, после чего проклянут нас за такую рекомендацию, и мы получим от них несколько копеек реферальных. Но мы не будем рассматривать реферальную программу, так как проверка на моем канале заключается именно в живом заработке без рефералов, чтобы любой смог заработать, никого не приглашая. Четвертый способ… Скажем так, он чересчур муторный. Можно стать модератором и зарабатывать по 50 копеек за каждый отмодерированный отзыв. Но стать модераторами смогут далеко не все. Вам нужно рвать жопу, чтобы ваши отзывы были интересными и полезными, и чтобы они попадали на главное. Тогда вам откроется доступ к тестовому заданию, где вам предстоит сделать 150 тестовых заданий. Так что даже не факт, что после этого вы еще и пройдете. В общем, геморрой приличный. Но какой толк самому отзывику платить нам, если это не какая-то коммерческая контора? Ну, тут все на самом деле просто. Если вы зайдете на сайт отзывик, то вы увидите там различного рода рекламные блоки. А может вы эти блоки даже увидеть не сможете, так как у вас стоит блокировщик рекламы. Но факт в том, что они там есть. Именно с этого и идет заработок. То есть мы являемся для отзывика не только трафиком, но и генератором контента, благодаря чему сам сайт получает еще больше прибыли. Иначе бы нам хрен кто платил. Ну, а теперь давайте перейдем к условиям, так как они тут звездец какие хитро выструганные. Как я говорил ранее, зарабатывать мы здесь будем благодаря единовременной оплате за отзыв и благодаря каждому прочтению нашего отзыва. Вот только все охренеть как непросто. Во-первых, далеко не все темы расщедрятся на бонус, а об этом сообщится сразу же, как только вы войдете в ту или иную тему и попытаетесь добавить отзыв. Если бонуса не будет, то валите подальше от данной темы. Ну, если вы, конечно, не хотите бескорыстно оставить отзыв, тогда пожалуйста. Во-вторых, оплату будут начислять только в том случае, если в теме есть не более 30 отзывов, а как правило в популярных темах уже более 50 отзывов, что сделает вашу писанину довольно бесполезной в финансовом плане. Поэтому чем меньше будет отзывов в теме, тем лучше, но обязательно меньше 30. Из этого вытекает третий подводный камень. В редкие темы редко наведываются из поиска или читают ваши отзывы, найдя их на сайте. Я написал немеренное количество отзывов, а мой пассивный доход за просмотр из поиска составляет всего по 5-10 копеек в день. 5-10 копеек. У нас даже уже такие монетки не в ходу. Я открыл статистику за месяц, и у меня получилось примерно 2 с чем-то рубля. Но, как говорится, зато на пассиве. Но, допустим, вы подошли под все условия в теме меньше 30 отзывов, бонус начисляется, все окей, что же делать дальше? Конечно же, пишем отзыв, но только если вы хотите получить денежку, надо написать не просто пару предложений, а сделать реальный развернутый отзыв не менее чем на 500 символов. А это не так мало, ведь иной раз приходится выливать тонну воды, чтобы набрать это количество символов. Но тут появляется еще одна опасность. Ваш отзыв могут не пропустить по тем или иным причинам. Например, если вы пишете отзыв про фильм, то вас могут обвинить в том, что вы типа пересказываете сюжет, а не пишете отзыв. Так что данный момент тоже надо учитывать. У меня за все время эксперимента отзывы браковали примерно 5 раз. Причем самое обидное, что деньги за отзыв уже начислили, а потом херакс и штрафанули. Ну а так, после выполнения всех действий по плану вы сразу же получаете на баланс заветный бонус в размере... да хрен его знает в каком там размере. Может 20 копейка, может 2 рубля. Ой, кстати, чуть не забыл. После написания отзыва вам нужно будет еще обязательно заполнить некоторые поля. А именно плюсы, минусы, общее впечатление и, конечно же, расставить звезды. То есть вашу личную оценку каждого параметра. От 1 до 5. А это, извините меня, тоже время. Так, что-то я еще хотел сказать. Ах, да. Вывод средств. Минималка на вывод, как я думал, составляет 100 рублей. В принципе, довольно небольшая сумма и заработать ее можно за день, если постараться. Но насчет минималки я оказался не совсем прав. И чуть позже, когда время придет, я расскажу, почему. Но это не самое страшное. Больше всего мне, конечно, не понравилось, что выводить деньги можно только на WebMoney кошелек. У меня, конечно, есть в WebMoney кошелек, причем с персональным аттестатом, но я ему уже давно не пользуюсь. А все произошло после того, как они убрали рублевый кошелек, заменив его на WMP. Но делать, как говорится, нечего. Придется прогнуться по систему, чтобы зарабатывать деньги. Так, в общем, теорию я вам вроде рассказал, поэтому давайте займемся практикой. Тем более, мне есть, что вам рассказать. О чем хрен, кто вам расскажет. Я специально создал новый аккаунт, чтобы провести эксперимент с полнейшего нуля. Какой молодец. В общем, погнали. Итак, заходим на сайт. Регистрация здесь абсолютно стандартная, без каких-либо заморочек. Логин, пароль, почта, подтверждение. Все, можете работать. Далее ищем тему о конкретном товаре или услуге, о которой нужно написать отзыв. Мой первый отзыв будет касаться говнопрепарата Артерию. Я им лично не пользовался и вообще, по идее, неправильно, что я пишу отзыв об этом, так как я им все-таки не пользовался. Но я делал ролик на эту тему и прекрасно знаю, что это за препарат и как он на самом деле работает. Так что я только благое дело сделаю, написав отзыв об этом говнище. В общем, написал я отзыв об этой пустышке и за это мне начислили бонус в размере 2 рублей 40 копеек. Лед тронулся, господа присяжные заседатели. Можем даже зайти в статистику и посмотреть на это вот дело. Далее я написал отзыв про смартфон, за который также получил 2 рубля и 40 копеек. За отзыв за книгу «Война кротов» с вселенной метро 2033 мне также начислили 2 рубля 40 копеек. Я уж подумал, что мне за каждый отзыв будут платить по 2 рубля 40 копеек, с учетом того, что за отзыв на блендер мне также заплатили 2 рубля 40 копеек. Но нет, это оказалось совсем не так. Не знаю, почему за первые 4 отзыва мне дали такие деньги. А вот ради примера я написал отзыв на советский мультфильм «Баранкин, будь человеком». Как видите, данный мультфильм не участвует в распределении прибыли, поэтому за написанный мной отзыв я получил 0,10 рублей. Поэтому в данном случае отзыв пишется ни в коем случае не для заработка, а только если вы действительно хотите поделиться своим мнением. Также я ради интереса написал отзыв на фильм, в котором уже есть более 30 отзывов. И как видите, денег за него мне тоже не начислили. Я думаю, что все с этим понятно. А теперь смотрим прикол. Я написал отзыв на фильм «Лихорадка». Как вы думаете, сколько мне за это начислили? 16 копеек. Отзыв на 500 символов за 16 копеек. Но это еще полбеды, так как чуть позже мой отзыв отклонили за спойлера. Ну, в принципе, я даже соглашусь. Делал отзыв наспех и рассказал про завязку, а именно про зараженную воду. Ну, хер бы с ним. Мне что есть эти 16 копеек, что их нет, а один хрен. А вот дальше будет очень интересно. Я решил сделать отзыв на микрофон, который у меня есть. Вроде все написал, мне начислили бонус, но уже не 2,40, а рубль 70. Ну, что ж, путь хотя бы так. Но на следующий день, зайдя в отзывик, я обнаружил уведомление, мол, мои начисления заморожены, и чтобы их разморозить, я должен предоставить фотографию этого самого микрофона с листочком, на котором будет написано «Отзывик». Фото из интернета, естественно, не возьмешь. Это все палится. Ну и, как я сказал ранее, микрофон у меня есть. Поэтому я без труда его сфотографировал и отправил в отзывик. После этого на следующий день выплаты мне разморозили. Это я вообще все к чему? А к тому, что если вы захотите писать отзывы о товарах, которых у вас нет или которыми вы не пользовались, то в любой момент от вас могут потребовать доказательства наличия данного товара. Так что будьте осторожнее, прежде чем писать отзывы обо всем подряд. Можете просто лишиться аккаунта. После того, как мне разморозили начисления, я продолжил хреначить отзывы. Показываю вам промежуточную статистику. Я сделал 29 отзывов, два из которых у меня не приняли. Ну, вы помните, спойлеры к фильмам. Ну, один хрен они были незначительные. Но что касается начислений, то вы можете видеть разброс. За какие-то отзывы давали более 2 рублей, за какие-то меньше двушки. Самыми копеечными оказались отзывы на ретро игры и фильмы. За каждый из них мне дали в районе 20 копеек. Зато отзывы на две части игры Руна стали самыми доходными. И именно тогда я понял, что 2 рубля 40 копеек не предел. Так как эти два отзыва набрали 2 рубля 54 копейки и 2 рубля 82 копейки. В общей сложности на моем балансе расчислилось уже более 42 рублей. Что меньше половины от предполагаемой мной минималки. Так что мне еще пахать и пахать. И вот с помощью волшебного монтажа мы переносимся в момент, где на моем балансе уже около 99 рублей. То есть, по сути, осталось чуть более рубля и я, скорее всего, смогу вывести свои деньги. Пишу про French Press, публикую, и хрен там был. Отзыв заработал смешную сумму. 1 рубль 10 копеек. Блин, чуть-чуть до минималки не хватило. Всего каких-то 6 жалких копеек. Придется еще один отзыв писать. Ну ладно, напишу про микроволновку. Уж за нее-то точно больше рубля должны дать. И да, детка, мне дали рубль 40, и мой баланс наконец превысил сотку. Ну что ж, время собирать урожай. Как видите, баланс чистый, отзывы ни разу не накручены, но тут меня снова обломили. Как оказалось, минималка составляет не 100 рублей, а 200 рублей на первый вывод и 100 рублей на последующие выводы. Но и есть еще один подводный камень. Первый вывод денежных средств вы можете сделать не ранее, чем через месяц, после оставления первого отзыва. В моем случае все нормально, но если вы наклепаете на 200 рублей в первый день, то все равно придется гонять балду еще 30 дней, пока не активируется доступ на вывод. Потом, конечно, такой хрени уже не будет. То есть, я такой дохрена довольный, иду выводить деньги, а мне говорят, что я набрал только половину минималки, и теперь мне придется хреначить, пока я не наберу еще 99 рублей. Но делать нечего, уже и так много времени на это убил. Теперь я просто обязан дойти до конца. Но проблема состояла не просто в написании отзывов. Они сами по себе пишутся довольно быстро, если ты знаешь, о чем писать, а не переписываешь отзывы с других сайтов. Проблема была в нахождении тематики. В большинстве случаев та или иная тематика уже была забита, причем более чем на 30 символов. Либо же не участвовала в распределении прибыли. Я уже даже решил слегка сжульничать и пригласить рефералов. Но сильно мне это не помогло. В итоге за все время 15 рефералов заработало мне ну порядка 2 рублей. Я начал осматривать буквально все, что было вокруг меня. Техника, кухонное утро, детское питание, игрушки, продукты питания, мебель, книги, заведения, которые я посещал, там кафе, рестораны, караоке-бары, фитнес-центры, магазины, учреждения и так далее. Ну а также не забудем про парки, города, отели, в общем все, что приходило на ум. На моем счету было уже чуть более 170 рублей. И я решил, что оставшиеся средства я добью с помощью отзывов на фастфуд и продукты питания. Ну вроде даже прокатило. И вот знаменательный момент. На моем счету уже почти 200 рублей. Остался последний отзыв. И вот я пишу его, дописываю, отправляю. Ура, товарищи! Я наконец набрал эти гребаные 200 рублей. Ну что ж, в пору их выводить на свой кошелек. Итак, 200 рублей есть аккаунту более месяца. Выводим средства и ждем 5 рабочих дней. Ну, надеюсь все-таки, что придет раньше. Но как же без дополнительного геморроя? Выплаты и начисления были снова заморожены. Так как я, как выяснилось, не ответил на вопрос техподдержки еще пару месяцев назад. А я, кстати, даже не помню про этот вопрос. В общем, у меня изначально был другой аккаунт, а потом я забыл про него. Доступ с почтой тоже забыл. И создал в результате новый аккаунт. И что самое интересное, я потом вспомнил. Ну, уже нахер он сдался, если я пилю видео в новом аккаунте. В общем, об этом я и написал. Остается только ждать, прокатит моя отмаза или нет. И лишат ли меня вообще моих заработанных 200 рублей. Но, вроде как, письмо пришло, мою отмазу приняли, и теперь деньги снова начисляются. В итоге, всего через два дня деньги были у меня уже на вебмане кошельке. А именно, 2 доллара и 65 центов. Ну, вот и стартовый капитал. Можно открывать свой отель в Братиславе. А ну-ка, вопрос на засыпку. Какому фильму отсылка? Пишите в комментариях. Ну, а теперь, давайте подсчитаем некоторые циферки. Посчитайте. За все время я оставил 122 отзыва, заработав при этом примерно 202 рубля. Из этих денег, 156 рублей, было заработано за счет бонусов, которые выплачиваются сразу после каждого ответа. Ну, то есть после каждого отзыва. А около 44 рублей было заработано на пассиве. То есть за счет просмотров моих старых отзывов. Каждый такой просмотр оплачивается примерно в размере 4-5 копеек. Вроде и неплохо, с учетом того, что это четверть моего заработка. Но с учетом того, что это накапало за несколько месяцев, то хреновенький какой-то пассив у меня получился. Хотя, судя по тому, что некоторые отзывы, например, про артерию или авалон, очень хорошо заходят и по сей день, то можно увеличить заработок. Но я бы на него не сильно рассчитывал. Как по мне, затраченное на отзывы время можно пустить в более нужное русло. Даже новичку. Вообще, конечно, я понимаю, что я профан и даже здесь можно заработать побольше, чем я. Например, можно элементарно делать отзывы объемнее и постоянно прикреплять к ним фотографии. Ну и, конечно, искать более популярные темы. Главное, поработать над увеличением своего коэффициента. Но моя цель как раз и показать данный вид заработка с позиции новичка и лично вступить в каждую какашку, которая встречается у меня на пути. И мне кажется, что с данной задачей я прекрасно справился. Что я для себя усвоил? Больше всего оплачиваются физические товары, путешествия и заведения. Кино, игры и музыка хреновой затеи. В основном они либо не участвуют в распределении прибыли, либо копеечные выплаты. Хотя, как ни странно, за отзывы на вторую руну мне дали самый большой бонус. 2 рубля 82 копейки. Хотя вот вообще непонятно, как эти бонусы рассчитываются. Ну и традиционно для рубрики проверенной на себе я расскажу вам, какие плюсы и минусы я для себя отметил. Начнем с плюсов. Во-первых, работа здесь не требует подготовки, то есть оставлять отзывы может абсолютно любой. Главное следовать правилам. Во-вторых, проект платит. Мало, но все-таки платит. И в-третьих, несколько вариантов заработка. Ну, вот, наверное, и все. Для меня, в принципе, плюсы закончились. Поэтому теперь переходим к минусам. Во-первых, мизерная оплата. В среднем, полтора-два рубля за комментарий в 500 символов, плюс выставление звезд и написание плюсов и минусов. Как по мне, это несерьезно. Причем, первая минималка аж 200 рублей. Нет, увеличить прибыль, конечно, можно, если повысить коэффициент. Но нужно оставлять нереальные крутые отзывы, чтобы они попадали на главный. Я, например, не смог. Во-вторых, это вывод только на один тип кошелька, вебмани, который сейчас используется намного реже, чем раньше, особенно после упразднения ВМР. Ну, и в-третьих, много тем уже не платежеспособны. То есть, в большинстве тем уже более 30 отзывов. Ну, либо они изначально не участвуют в распределении прибыли. Поэтому приходится еще больше пораскинуть мозгами, где можно оставить отзыв. А теперь расскажу, почему я не опубликовал данный ролик на своем втором канале по заработку. Тот канал я сделал для того, чтобы рассказывать о более-менее стабильных и долгосрочных проектах, где прибыль окупает затраченное время. На заработок 200 рублей на отзывике я потратил очень много времени. На один отзыв уходит минут по 5-7, плюс время на его поиск, так как предстоит подумать, на что именно писать отзыв. И вам только кажется, что в этом ничего сложного нет. На самом деле, это сильно лупит по времени. В итоге, в среднем, один отзыв занимает примерно 10-12 минут. А заработаете всего от силы 2,5 рубля. Плюс ко всему, это звездос, какая рутинная работа. Написав десяток отзывов подряд, уже хочется укусить себя в затылок. Поэтому данный способ и попадает на мой основной канал, но в рубрику проверено на себе. А то многие думают, что я чисто лохотрон накидываю. Вовсе нет. Проверена на себе эта рубрика для платичек, но, по моему мнению, не целесообразных проектов, с которых можно получить слишком маленький выхлоп при больших временных затратах. И для меня вообще странно, что многие не учитывают такой ресурс, как время. Ведь он, по сути дела, очень важен. Поэтому я бы все-таки не рассчитывал здесь на высокие заработки. Но, тем не менее, все же рекомендую вам оставлять реальные отзывы на те или иные товары и услуги, даже если вы не получите свою копеечку. Все-таки такие отзывы помогают пользователям. А со временем вы сможете вывести приятный бонус в размере 200 рублей. Я, кстати, все свои отзывы писал исключительно реальные. То есть тут мое реальное мнение на тот или иной товар или услугу. Просто не стоит засорять подобный сервис. Ну и, конечно же, не забудем про рубрику «Мама, я в телевизоре». Вернулся не только Евгений Абрамов, но и Ярослав из «Общее дело». То-то, я смотрю, снова поднялась активность на моем ролике про него. Значит, не просто так. Хочу, чтобы ты вернул карту «Звездного неба» на заднем фоне. Блин, она уже так износилась, то ее перевешивали, то она падала. В общем, как-то уже нереспектабельно смотрится. Да и хочется как-то обновиться. Но синий фон это тоже не постоянка. Любишь пряники? Да, особенно мятные. На Галустяна похож. Открыта новая личность. Михаил Галустян. Ого, коллекция-то у меня расширяется. Правда, с Армянином меня еще никогда не сравнивали. Нового ты ничего не говоришь. И без тебя это все знают. Знакомьтесь, это вечно недовольный Денис Луговой. Постоянный зритель моего канала. Когда я его спросил, мол, почему он до сих пор смотрит видео, несмотря на то, что мой канал такой фиговый, и я все время рассказываю про то, что и так все знают, он мне ответил, ну давай факты, что я смотрю твои видео, уже сняли видео, какое ты, когда ты уже разоблачишь себя, хотя ты про себя либо хороший, либо ничего. Факты, значит? Хорошо, вот факты. Ты откомментировал последние 9 моих видео, причем комменты были однотипные, мол, все это и так знают, и я ничего нового не сказал. Значит, ты, я полагаю, посмотрел все эти видео от корки до корки. Да, мой преданный фанат. А насчет разоблачения себя, ну, я не знаю, что и как я должен разоблачать. Ну, как выяснилось, еще чуть позже. Оказывается, хрен знает, кто меня там разоблачал, и это вообще было давно. Ой, Дениска, Дениска, я даже не знаю, что тебе ответить. В общем, обязательно жду тебя в комментариях под этим видео. В общем, я надеюсь, что ролик вам понравился, поэтому обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал и бахните в колокол, чтобы не пропустить выходы новых роликов. Спасибо за просмотр, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok